6 мая в стенах Общественной палаты Сергея Посадского городского округа открылась выставка «Женское лицо Победы», темой которой стала роль женщин нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Одним из первых открывшуюся в стенах Общественной палаты Сергея Посадского городского округа выставку «Женское лицо Победы» посетил депутат Государственной Думы России Сергей Александрович Пахомов. В общественной палате сейчас идет прекрасная выставка о роли женщины в Великой Отечественной войне. Все мы прекрасно знаем, что война не выбирает себе участников. В нашей стране, по крайней мере, было так. Каждый человек, мужчина и женщина встали так один на защиту Родины. Роль женщины сложно не просто переоценить, даже сложно оценить. И роль на фронте, и роль в госпиталях, сколько жизней спасено их руками, ими. Но не надо забывать, что женщины во время войны несли на себе тоже большую сложную функцию. Они воспитывали детей. И именно благодаря им сегодня наша страна есть, существует именно такой, какая она есть. Мы подготовили эту выставку в общественной палате для того, чтобы напомнить, какую важную роль сыграли женщины в Великой Победе, которую одержали матери, жены, бабушки, сестры и даже маленькие девочки. У нас в каждом своей истории, в нашей семье есть печально-трагические события. Выставка «Женское лицо Победы», инициатором ее стало Сергея Посадского отделения Союза женщин России и непосредственно общественная палата. Поскольку у нас в основном все совместные мероприятия проходят здесь в рамках наших центров гуманитарных, которые мы, так сказать, создали совместно. И в данном случае, в преддверии Дня Победы, мы хотели бы организовать, прежде всего, эту выставку для того, чтобы люди посмотрели, как женщины героически сражались в годы войны, чтобы видели их лица, чтобы понимали, что женщина была не только санитаркой и не только медицинским работником. Она была и летчицей, она была и танкистом, и разведчиком, и снайпером, и кем угодно. В мероприятии приняли участие члены Сергея Посадского отделения Союза женщин России и те, чье детство пришлось на военные годы. О драматических страницах истории своей семьи собравшимся рассказала бывшая несовершеннолетняя узница фашизма Тамара Гавриловна Абрамова. У нас было в семье шесть человек детей. Нас посадили в грузовые вагоны, вагоны были без крыши. И везли нас в Латвию. Нет, это потом уже везли. Долго нас везли. Вначале везли от Брянска до станции Красное. И потом от этой станции загрузили вагоны и повезли нас в Латвию. Старших сестер забрали в концлагерь в Латвии. Это был так называемый Курлянский котел. Курлянский котел это то место, в которое фашисты пытались несколько раз зайти для того, чтобы занять эту позицию. А Красная армия город не отдавала. И в итоге получилось так, что старших троих сестер забрали в концлагерь в Латвии. А маму и младшую сестру, которым было три года, их оставили работать на Латышей. История Тамары Гавриловны Абрамовой никого не оставила равнодушным. Конечно, нас всех задела. Задела эта война. И дядя мой родной, который после войны преподавал военную подготовку. Там вообще страшная история была в его семье. Когда расстреляли его жену, пришли немцы, и его мать бросилась и целовала немцам сапоги для того, чтобы она оставила живых детей. Представляете, и оставили детей, но зарубили жену. И после этого у бабушки, у моей прабабушки, у нее началась экзема, и моей маме пришлось с пяти лет нести на себе все хозяйство. То есть вот эта страшная история, которую я, конечно, много слышала, в общем, это ужасная ситуация. И мы об этом вспоминаем не так часто, может быть, да, потому что сейчас уже и в живых уже никого не осталось. Но, наверное, она вот где-то внутри нас и живет, так же, как живет внутри каждого нашего человека русского. Повторение такому, конечно, невозможно. Подвиг женщины, он неоценим. У меня мама родилась в 40-м году, как раз, когда началась Великая Отечественная война. Вот, у меня, у мужа, любимая тетушка, тоже прошла, считает, до Будапешта, бабушка Люся. Вот, и получила, как бы, кавалер ордена Красной Звезды. И ряд боевых наград имеет, и прошла полностью с кавалерийским полком, вплоть до Берлина. То, что перенесли, наверное, женщины нашей Родины, на их плечах, мне кажется, держалась вся эта победа. И то, что мы сейчас находимся здесь, и память, она бесценна, память, она вечна. Елена Георгиева, Алексей Петров, День города.